друзья всем привет я рада приветствовать вас на моем канале по многочисленным просьбам я записываю видео про бумагу а у меня на канале есть уже два видео про бумагу пастель мат и про бумагу пастель карт синельер и я в этом выпуске расскажу про бумагу обычную не абразивную да поэтому давайте пойдем сразу к делу и расскажу про то какими бумагами я пользовалась какие мне нравятся и для каких целей я использую так что смотрите дальше рассказ начну с бумаги в концом концом и тентис достаточно недорогая очень удобная бумага ее можно купить как в листах а4 так и в больших листах примерно 60 на 70 или 65 на 50 но как то так и я обычно беру лист но если мне нужны маленькие разрезая на четыре части вот такая бумага у нее две стороны есть гладкая страна и фактурная сторона и чистая такая тут зависит от ваших предпочтений как вы хотите писать чем бумага концом мне нравится и и даже можно грунтовать акварелью если вы любите что-то смешанное можно в принципе и грунтовать еще плюсы у них достаточно широкая гамма оттенков вы можете на любой сюжет себе подобрать оттенки и у них очень удачные цвета они такие приглушенные все которые можно для любого сюжета взять есть и яркие но вот яркий на ярких я не рисую у меня такие достаточно приглушенные это прям классно бумага продается как поштучно до в листах разного формата так и в альбомах я прям вообще не знаю рекомендую если вы любите рисовать пастелью можно смело брать черную вот этот блокнот неважно какого размера у меня есть маленький большой и в нем рисовать мне очень нравится работать на черной бумаге работы получаются достаточно живые и яркие у меня тут несколько работ которые прям ну очень здорово на черной бумаге смотрится ну и в принципе черная бумага она немного как будто делает сюжет более ярким что ли более эффектного так скажем есть еще склейки коричневые серые и так далее здесь сейчас 5 на 5 5 на 6 здесь 30 листов такое склейки да здесь 16 листов и вполне долго расходуется блокнот зависимости от того какой цвет вам понравится вот у меня два блокнота коричневых и 3 я серые уже из рисовала какую еще бумагу я советую мне нравится бумага тициана но у меня ее уже нету ну в плане они очень похожи с концом скансом тут неважно что вы выберете главное ну просто у вас была простая бумага до хлопковая и тициана они похожи по качеству единственное у них у тициана в двух сторон как будто она фактурная там нет такого четкого разграничения гладкой фактурной и вот у меня одна работа написано как раз таки на тициана это вот карпы мне очень понравилось на ней работать в принципе тоже ее можно брать какую еще бумагу я очень-очень люблю возможно вы видели видео про скетчбуки там этот скетчбук я листаю и показываю работу работы да оттуда если не видели то в описании видео там будет это видео можете посмотреть бумага стратмо это блокнот для сухих материалов для угля и очень классно на нем в нем рисовать да вот пастелью безумно красивый получается работы очень нежные несмотря на то что она гладкая вроде казалось бы как сюда пастель будет ложиться она ложится прям супер и работы получается ну но очень нежный и в то же время можно графично рисовать поэтому присмотритесь да если вы еще не пробовали такой блокнот то обязательно попробуйте вот у меня это все вот он кончился я буду себе обязательно такой еще брать кстати у них есть цвета как серые так и коричневые какую еще посоветую бумагу я не знаю правда говорят что ее выпустили с производства есть бумага derwent вот да мне она как-то припала я и заказала из штатов на амазоне ну какой-то самый популярный сайт и я взяла вот тоже пастельную такую склейку здесь 24 листа она больше как картон она более плотная чем кэнсон вот здесь 200 до 11 160 да она поплотнее чем консон и она тоже гладкая но она прям очень приятный нет свет и пастель классно очень ложится можно в принципе тоже попробовать но не знаю говорят производство закончилось но я ее просто увидела на амазоне и заказала может все таки где-то еще она осталась обязательно тоже попробуйте как альтернативный вариант если ну реально у вас нету в городе консона вам хочется рисовать пастелью берите крафт не берите пастельную бумагу палатца она ну не очень мне почему-то не очень понравилось мне даже больше крафт зашел на крафт у вас не будет много ожиданий потому что но это крафт он такой более набросочный казалось бы вариант но несмотря на это вас не будет во-первых пред ожиданий вы будете понимать да что крафт не выдерживает много слоев что ну буквально два-три слоя и у вас будет работа да то есть больше она не выдержит но пастель ложится хорошо растушевывать хорошо можно как тренировочный вариант смело взять себе крафтовый такой блокнот тем тем более такой блокнот стоит ну очень дешево рублей 100 наверно будет стоить поэтому можно смело в блокноте брать есть а4 есть а3 большие как как угодно все в принципе про бумаги такие простые все если есть вопросы задавайте под видео может быть про какую-то бумагу я не рассказала еще раз напомню я здесь рассказываю про обычные бумаги не абразивные у меня будет еще видео про абразивные бумаги но здесь про гладкие бумаги их еще так называют бумажки еще скажу про то что если у вас нету до пастельной бумаги вы можете смело рисовать на наждачке про наждачку тоже можете посмотреть в одних в одном из моих видео там мы рисовали губки губы рисовали морского конька на наждачной бумаге там я про наждачную бумагу по моему говорю единственное вот здесь номер очень большой стоит если вы рисуете пастелью то берите наждачную бумагу с номером 800 она более мелкозернистая такая и на ней пастель не так сильно стирается вот в принципе все остались вопросы задавайте под видео все всем пока пока до встречи подписывайтесь на мой канал впереди еще много полезных интересных видео увидимся с вами следующем выпуске